Александр Шевкунов. Тот, кто забирает детей. Ветер бросил красный лист в лицо Сережи, крутанул у носа и понес к поляне, поднимая с земли бордово-желтый вал. Отец забурчал, заслонил мангал шамане над углями, что-то сказал матери, так кивнула и пошла к машине. Старший брат бродит в дальнем конце поляны, помахивая телефоном над головой, силясь поймать интернет. Семью от Сережи отделяет десяток метров широкого ряда деревьев. Мальчишка отряхнул ветровку и повернулся к пуще, сжимая в кулачке горсть фундука, припасенную для белок. Отец рассказывал, что они запасают орехи на зиму, а значит, благодаря ему хотя бы одна белочка перенесет холода сытнее. Порыв ветра сорвал с крона ближайшего дерева в урах листьев, осыпал ребенка, словно багряным снегопадом. «Ищешь белку?» – спросил некто впереди. Голос мужской, с грубой хрипотцой и неровный, как дребезжащая пила. Сережа ойкнул, попятился к поляне, спрятавшийся под листьями корень стукнул по пятке. Мальчик неуклюже взмахнул свободной рукой и плюхнулся назад, глядя на говорящего. Впереди, прислонившись к дереву, стоит мужчина в черной водолазке и черных брюках. Мбасы стопа кажутся огромными и неуместно белыми в осенней палитре леса. Незнакомец смотрит на мальчика, склонив голову на бок, так что ухо касается плеча. Глаза у него круглые, не мигающие, с ярко-желтой радужкой, словно два подсолнуха. На их фоне черты лица кажутся смазанными, как плохой акварельный рисунок. «Ты ведь орешки для нее припрятал?» – спросил незнакомец, едва двигая губами и сверляя ребенка взглядом. «Да», – выдавил Сережа. «О, это хорошо. Они любят фундук. А он так плохо растет на этой горе. А знаешь, что плохо?» «Нет». Человек улыбнулся, не показывая зубов. Оттолкнулся от дерева и медленно пошел к мальчику, укоризненно, покачивая указательным пальцем и цокая. Пальцы у него одинаковые, длиннющие, с парой лишних фаланг и увенчанные толстыми, желтушными ногтями с глубокими щербинками. Порыв ветра донес запах сырой ткани, мокрой земли и грибов. Словно незнакомец долго сидел в глубокой норе. «А плохо то, что ты не поделился с братом», – сказал человек, не спуская взгляда с ребенком. «А ведь он спрашивал, остались ли у тебя орехи. Ай-яй-яй, Сережа, ты плохой мальчик». «А откуда вы знаете мое имя?» «О, я знаю все. А если ты крикнешь, я расскажу твоему папе, куда пропала сотня из его кошелька. А маме, кто на самом деле разбил бабушкину вазу. Ты ведь этого не хочешь?» Сережа накрыл рот ладошкой и активно замотал головой. Уголки губ незнакомца оттянулись к мочкам ушей. Зашли за них. Откроен рот, голова переломится, как у пластиковой игрушки. Плавным движением чужак протянул руку ладонью вверх и вкратчиво прошептал. «Пошли покормим белочек. Думаю, это сгладит твою вину, а не тут, рядом». «Я прошел на территорию бывшего пожарного депо, а ныне базы поискового отряда, через распахнутые настежь ворота, накрепко вросшие в землю. Посмотрел на блики заходящего солнца в окнах трехэтажного кирпичного здания. Огромные створки гаража распахнуты. Территория заварена желтыми листьями. Рядом криво припарковано заляпанное грязью авто. Капот помят, а краска с правого бока ободрана. У распахнутой дверцы на земле сидит парень лет шестнадцати и курит, невидящий глядя в пространство. Из гаража доносится истеричный, прерывающийся на плач женский голос. Я обернулся на ворота, еще не поздно уйти. Можно сказать, что слег с больным животом. Не очень хочется в первый рабочий день, да сразу в поломя бросаться. Женский крик перешел в надрывный ор, переполненный животным ужасом и отчаянием на грани безумия. Стиснув кулаки, я сцепил зубы и направился к машине, мысленно костеня себя за малодушие. Судя по виду авто, водитель гнал, не разбирая дороги. Бока помяты, на лобовом стекле белеет свежая паутина трещин. Парень поднял на меня пустой взгляд. В ногах среди листьев лежат четыре бычка, у одного еще дымится кончик. Я жестом попросил сигарету. Паренек моргнул и механическим движением поднял руку с пачкой. «Что случилось?» – спросил я, разминая фильтр. «Брат пропал», – ответил парень, смотря на кончик сигарета. Тлеющий конус отражается в зрачках, придавая лицу старческий вид. «Ушел кормить белок и не вернулся. Вы не слышали, что родители сказали?» «Я только пришел на смену», – признался я. «Первый день на работе». Парень смирил взглядом и сгорбился, будто я живое свидетельство о бесполезности поисков. Молчание затянулось. Я отступил, избегая неловкости и навязчивости. Сделал два шага к гаражу, когда он заговорил. «Это я виноват. Должен был следить. Эти чертовы орехи. Я же ему сказал, что белки их едят». Он умолк, отчелкнул бычок под ноги и потянулся к пачке. Я отошел ко входу, пряча сигарету в карман куртки. Двое мужиков отвели семью в гостевую комнату, коморку с парайкоек, где изредка ночуют поисковики. Семенович, сухопарый пенсионер, одетый в выцветшую форму из военторга, собрал нас у стола с карты. Обвел пальцем участок у реки и заговорил, проводя взглядом по лицам. «Ребенок пропал примерно здесь. Если кто не слышал, зовут Сережа, шесть лет. Одет в ветровку красного и белого цветов, светлые джинсы и кроссовки. Будем широкой цепью прочесывать. Фонарики у всех есть? На месте будем затемно. Да, Артур, возьми пару человек осмотреть берег реки с собаками. Мало ли. Все все поняли?» Он посмотрел на меня, хмыкнул и добавил. «Да, новенький. От меня не отходи. Места тебе незнакомые. И еще заплутаешь». Спустя полчаса мы приехали на поляну с неубранной палаткой. «Участок не то, чтобы большой. Ребенок мог упасть и удариться лбом о корень или камень. Так что будьте внимательнее», сказал Семенович, хлопнув меня по плечу. «Ну что, салага, с боевым крещением?» Я что-то пробормотал в ответ, наблюдая, как поисковики уходят в лес. Ночь сгущается стремительно. Появился осенний туман, лениво стелющийся у корней. Лучи фонариков всматриваются в мрак, скользят по деревьям, прыгая на землю и обратно. Коллег не видно, только крики Сережа сотрясают воздух. Семенович идет рядом со мной, часто останавливается, наклоняясь осмотреть землю. «Как, говоришь, тебя зовут?» Спросил он, упрямляясь. «Гоша». «Так чего ты, Гоша, решил податься в поисковики? Я же вижу, как тебя колотит. Меня так на войне не трясло». «Ну, это... кто-то должен это делать, так почему бы и не я?» Ориентируюсь в лесу неплохо, а осенью сидеть без дела в ожидании туристического сезона не хочу. Вот, собственно, и все. «А че трясет-то? Боишься не найти парнишку?» «Боюсь найти неживым». «Добро, хороший страх, так что постарайся». Семенович посветил фонарикам на заросли папоротника впереди. Среди разлапистых листьев сверкнули желтые глаза, круглые, как у Савы. Я моргнул. Никого там нет, просто подчудилось. «Так ты не местный?» Справился Семенович, язычно рявкнул Сережа, прикладывая ладонь рупором. «Нет, я в Сибири вырос. Вот, решил после армейки поближе к морю переехать. Так что с лесом я знаком». Старый поисковик покачал головой. «Парень, это при Черноморье. С местным лесом ты не знаком». «Черт, да, он даже меня удивляет, а я тут всю жизнь». «Мой тебе совет! Осенью не ходи здесь один и в чащу не забирайся». «А что так?» «Ты думаешь, нас просто так содержат на постоянной основе?» «Горы хоть и туристические, но...» Семенович замялся, почасывая подвороток. «Странное творится. То плутаешь по знакомым тропам часами, то люди пропадают. В основном старики и приезжие. И что, никого не находят?» «Ну почему же? Находят почти всех. Но порой будто и не было человека. Месяцами рыщем. МЧС подтягивают. И ничего. Даже собаки след не ловят». Крики поисковиков теряются меж деревьев, вязнут в поднимающемся тумане. Мы замедлили шаг, прислушиваясь к лесу. Вдруг проскочит детский голосок. Семенович остановился перевести дух, сел на поваленное дерево и, покопавшись в карманах, извлек помятую пачку сигарет. Прикурив, затянулся и заговорил, выпуская неопрятные кольца дыма. Был один случай лет пятнадцать назад, тоже осенью, кстати. Пропал здесь же родич крупной шишки из сочинской мэрии. Искали долго, прочесывали каждый куст, каждую трещинку на земле. Дно реки чуть ли не сонаром прощупывали. Ничего. А потом нашли ногу. На другой стороне горы, через месяц. Свежая была, вроде даже теплая. Еще через месяц нашлась вторая, на соседней горе. Тоже свежая. Семенович умолк, прислушался к чему-то в темноте, приложив ладонь к уху. А дальше? Спросил я. Не знаю, приехали спецы из Москвы. После говорили, что через полгода нашли голову. Но я тогда был в командировке у границы с Абхазией. Ладно, отдохнули и хватит. Мальчишка, должно быть, мерзнуть начал. Я зыбко поежился. Вдоль хребета забегали мурашки, а волосы на руках с неприятным покалыванием встали дыбом. Так что же это было? А кто знает? Может, армяне с той шишкой что не поделили, а может, и маньяк какой. Вы это меня специально пугаете? Спросил я. А ты... Серёжа! Вопль за спиной оборвал Семёныча. Старик ругнулся и сплюнул под ноги. А это ещё кто? Может, припозднился кто? Предположил я, пожимая плечами. Да не должно! Разве что волонтёры какие. Крик повторился ближе и левее нас. Я вытянул руку с фонариком подсветить нежданного помощника. Семёныч придержал, покачал головой и сказал, приложив указательный палец к губам, «Тише! Прислушайся!» Тон заставил меня подчиниться. Крик раздался возле нас, да и бежа, как перепуганный динамик. Липкий ужас обволок позвоночник протянул морозные пальцы к коленям. Сквозь далёкую перекличку поисковиков я различил протяжный хруст палой листвы и шелест, словно между деревьев ползёт нечто огромное. Мы присели у бревна, вглядываясь в темноту, дрезя в глазах. И я различил угловатый силуэт, двигающийся с мерными покачиваниями, словно голова змеи. Он остановился, медленно повернулся, и я увидел два идеально круглых жёлтых глаза, светящихся, словно фосфор. Тварь взглянула прямо на меня и проскрипела, криво подражая детскому голосу, «Помогите, я ранен, пожалуйста, помогите!» Я накрыл рот ладонью, запер дыхание, силясь не смотреть в жёлтые глаза. Нечто повторило зов голосом, едва слышно, полным страдания и боли. Желудок скрутило от осознания, что она просто копирует пропавшего мальчика. Оно развернулось и тихо захохотало, протянуло руку на высоту человеческого роста, схватилось за дерево и взмыло вверх, исчезло в черноте. Мы лежали почти полчаса, боясь дышать и вслушиваясь в удаляющуюся перекличку поисковиков. Наконец, я не выдержал и почти ползком добрался до места, где стояла тварь, замирая от каждого шороха. Включил фонарик, луч света скользнул по стволу, запутался в лысой кроне и выхватил из мрака детские ботинки, развешанные на верхних ветвях. Три десятка пар. Следователь устало поправил очки, посмотрел на меня поверх. За окном проехал полицейский Бобик, загремели ворота. В кабинете пахнет дешевым табаком и горячей бумагой. «Так вы, говорите, ничего не видели?» «Да!» – ответил я. «Это был мой первый день на работе. Просто решил проверить дерево. А вдруг ребенок там?» «Расскажи им про желтые глаза. Меня бы заперли в дурке, так что мы уговорились молчать о них. Все, что мы можем делать, это предупреждать людей об опасности леса». «Георгий, нам важна каждая деталь. Обувь, которую вы нашли, принадлежала детям, пропавшим от Адлера до Сочи в течение десятка лет». Я вздохнул, покачал головой и добавил. «Я обязательно сообщу, если найдем какие-нибудь зацепки в лесу». Спасибо всем тем, кто поддерживает нас рублем, кто спонсирует нас через Патреон или кто становится спонсором нашего канала на Ютубе. Это невероятно помогает нам в нашем творчестве. Редактор субтитров А.Семкин